МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Мария Ирунич. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Увековечить память на заседании Думских комитетов депутаты обсудили положение об установке памятников и мемориальных досок. Под маской ОРВИ как не заболеть пневмонией? Безграничные возможности. Впервые в Сарове пройдет большой праздник для людей с УВЗ. Далее расскажем обо всем подробно. О памятниках и мемориальных досках. Кто, как и в какие сроки сможет установить монумент или повесить табличку на здание. На совместном заседании Думских комитетов депутаты рассмотрели правила увековечения знаменательных событий и памяти саровчан, которые внесли большой вклад в развитие города и атомной отрасли. В Сарове нет документа, который бы регламентировал правила установки памятник и мемориальных досок. Решение об обыковечивании исторических событий и заслуг саровчан принимает комиссия по наименованию городских улиц и объектов соцкультбыта. Проблема создания соответствующей нормативно-правовой базы назрела давно. Как отметил директор департамента архитектуры и градостроительства, при разработке положения учитывался опыт других городов. Оно регулирует порядок обращения с ходатайствами об установке памятника, мемориальных досок, памятных знаков, порядок реализации этих ходатайств, порядок установки обеспечения сохранности и учет. Больше всего замечаний депутаты и представители общественных организаций высказали к списку документов, которые нужно будет собрать, чтобы представить на рассмотрение комиссии. Многим он показался неуместно длинным. Другие считали, что только максимум материалов поможет принять взвешенное решение о разрешении или отказе в установке памятника или мемориальной доски. Говоря о бюрократизации и количестве документов, важный вопрос, мы забываем немножко, что помимо, собственно говоря, решения о размещении памятника данному человеку и событию, у нас потом идет земный отвод, инвестиционный клан, собственно говоря, проектная документация. И все это согласуется где-то, примерно здесь же. Да, и смотрите, документы, которые существенно на одних стадиях, возможно, совершенно не нужны на начальных. Депутаты предложили облегчить процедуру ходатайства и разбить список документов на категории. Одни справки должны представить инициаторы, другие войдут в полномочия администрации. Окончательно это решение будет приниматься, а, главой администрации, и он будет вносить проект решения в Думу. Это будет приниматься решением Думы. То есть здесь еще, кроме комиссии, еще двойной контроль. Проект положения об установке памятников и мемориальных досуг депутаты с учетом указанных замещаний и предложений отправили на доработку, чтобы потом обсудить с участниками рабочей группы от ядерного центра. Елена Грязкова, Евгений Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. Этот и другие репортажи вы можете посмотреть в любое время на нашем канале в Ютьюбе. К другим новостям. С наступлением холодов взрослые дети начинают чаще болеть. Одна из форм острой респираторной инфекции – пневмония, от которой в первую очередь страдают легкие. Наиболее опасно – это заболевание для дошкольников, так как их иммунитет еще недостаточно окреп, чтобы справиться с инфекцией. Уязвимые и пожилые, а также люди, страдающие диабетом или астмой. Поэтому даже на начальных этапах болезни нужно действовать грамотно. Забыли помыть руки, потерли нос, и вот уже микробы попали в организм. Пневмония – это инфекция, которая передается воздушно-капельным путем. Вирусы и бактерии, которые вызывают воспаление легких, попадают на слизистые носа и горла. Как правило, заболевание начинается с повышения температуры тела и кашля, и протекает под маской ОРВИ. Если нет выздоровления в течение какого-то периода времени и на третий-пятый день вновь поднимается температура, то нужно подумать о том, что нет ли здесь осложнения. Это значит, что вирусы попали в бронхи, продолжают спускаться ниже в легкие и вызывают воспаление альвеолярной ткани. Если иммунитет снижен, организм ребенка ослаблен и не адаптирован к вирусам, то есть не привит, то вирусная инфекция может осложниться бактериальной инфекцией. Бактериальное пневмония начинается внезапно, то есть может развиться в первые дни болезни, стафилококковая пневмония, пневмококковая, сразу с высокой температуры, с кашля, с интоксикацией. Правильно поставить диагноз и начать своевременное лечение при пневмонии помогает осмотр ребенка. Особо обращают внимание на наличие интоксикации, спазматического кашля, одышки, высокой температуры и отсутствие эффекта от уже назначенного лечения. Мы простукиваем грудную клетку, видим разницу в тимпаническом звуке, и аускультативно можем выслушать хрипы. Конечно же, нам помогают лабораторные методы обследования, общий анализ крови, который показывает нам воспалительный характер. Чтобы не заболеть пневмонией, достаточно придерживаться простых правил гигиены. Мыть руки, в период эпидемии носить маски, при первых признаках болезни соблюдать постельный режим. Глава администрации Сарова и директор департамента городского хозяйства ответят на вопросы жителей города. В рамках общероссийских дней приема граждан Алексей Голубев и Сергей Лобанов проведут личные встречи с саровчанами 12 декабря с 12 до 20 часов. Записаться на прием можно будет 11 и 12 декабря в кабинете номер 128 здания администрации. Вход со стороны улицы Дежинского. При себе иметь паспорт. Более подробная информация по телефону 9 90 59. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В администрации Дивеевского района прокомментировали ситуацию с закрытием дороги Саров-Кременки. Напомним, в конце ноября на выезде с 4 КПП установили знак «Кирпич». Тех, кто рискнул его проигнорировать, останавливали сотрудники правоохранительных органов и выписывали штрафы. Причина перекрытия – не сдан участок магистрального газопровода, который пересекает новую трассу. Редакция нашего канала отправила официальный запрос с просьбой прояснить ситуацию, и на днях мы получили ответ. В письме сказано, что объект капитального строительства автомобильная дорога Саров-Кременки действительно не введен в эксплуатацию. В соответствии с действующими правилами и ГОСТами открывать движение по таким магистралям запрещено. В субботу 7 декабря в детской библиотеке имени Пушкина пройдет бесплатный тренинг для женщин. Саровчанкам расскажут, что такое фейскультура, и как уже в зрелом возрасте поддерживать тонус кожи без дорогостоящих и опасных процедур. Мастер-класс по лицевой гимнастике проведет сертифицированный тренер Юлиана Бабенко. Начало в 15 часов, ход свободный. Для лиц старше 14 лет. Детская библиотека имени Пушкина работает в патресу улицы Герцена, дом 13А. В Нижнем Новгороде подвели итоги открытого первенства спортивной школы Мещера по художественной гимнастике. Честь нашего города защищали воспитанницы спортивной школы ИКАР. В личном первенстве победителем стала Анна Белоусова. Серебряные медали завоевали Дарья Чуканина и Ксения Артмина. Бронза досталась Мелисе Голубевой, Веронике Банановой и Екатерине Капустиной. Девушек подготовили тренеры Мария Бурзаева, Екатерина Колганова, Ольга Матенко и Елена Пугачева. Они безвозмездно трудятся и помогают окружающим. 5 декабря во всем мире отмечают День волонтеров. Добровольцы – это люди, которые тратят свое свободное время на благо общества. Сферы их деятельности многочисленны и разнообразны. В нашем городе есть волонтерские организации различной направленности. Один из них – городской клуб волонтеров «Инсайт». Сейчас в Сарове насчитывается около 17 добровольческих объединений, которые помогают жителям нашего города. Организовывают спортивные и культурные события, ищут пропавших людей, собирают пожертвования для нуждающихся. Виктория Сафронова учится в 10-м классе 11-й школы. Уже несколько лет девушка участвует в волонтерских движениях городского и областного уровней. Я недавно участвовала в форуме «Россия – спортивная держава», который проходил в Нижнем Новгороде. И мне понравилось то, что нам дали очень много информации, и мы помогали людям, куда им нужно идти. Они нас спрашивали вопросы, мы на них отвечали. Мне вот это тоже очень нравится. Когда ты знаешь информацию, можешь ее кому-то донести. Становится светло и радостно на ту жесть, что ты помог кому-то еще. Но когда ты чувствуешь, чем ты занимаешься, тебе это нравится, ты не ощущаешь вообще никакой усталости. Ты хочешь этим заниматься и продолжать этим заниматься. Добровольцы бескорыстно устраивают субботники, распространяют брошюры социальных компаний, работают переводчиками и координаторами на спортивных соревнованиях, помогают в больницах, детских домах и пенсионерам. Олеся Ильина полтора года назад пришла в волонтерский клуб «Инсайт». Школьница считает, что больше всего в помощи нуждаются дети, особенно те, которые имеют ограниченные возможности здоровья. Также девушку интересует эко-волонтерство. Направление экологическое меня тоже интересует, так как меня волнует. Так сказать, природа и то, что меня не устраивает то, что она очень сильно загрязнена сейчас. Я стараюсь участвовать в мероприятиях, которые помогают в уборках территорий. И я сажала деревья несколько раз. К предстоящим праздникам участники волонтерского клуба «Инсайт» подготовили несколько акций, в рамках которых ребята будут поздравлять детей с ограниченными возможностями здоровья с Новым годом. Смелость, отзывчивость, бескорыстие – те качества, которыми должен обладать каждый доброволец, считают активисты. А улыбки и слова благодарности – лучшая награда за добрые дела. Дарья Козина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У каждого инвалида есть какая-то своя проблема. Может быть, какие-то предприниматели захотят взять какое-то шефство, опеку, посмотрят, увидят, что люди на самом деле нуждаются. Помимо индивидуальных проблем, инвалиды хотят рассказать о тех трудностях, с которыми каждый из них сталкивается ежедневно. Это в том числе доступность городской среды. К предпринимателям на уровне города я обращаюсь только с одной просьбой – сделать более доступными объекты торговли или оказание услуг, которые они оказывают для жителей города. Потому что это касается не только предпринимателей, а вообще всех жителей города. Мамы с колясками, маломобильные граждане разных групп. Такая встреча будет полезной предпринимателям. Многие состоявшиеся бизнесмены хотят реализовать себя еще и в качестве благотворителей. У некоторых появляется такая потребность, и они часто мне задают вопрос. Мария Юрьевна, может быть, есть нуждающийся? Кому помочь можно в финансовом плане? Кому можно помочь? Может быть, что-то подарить, лекарства, либо стать каким-то наставником. Праздник пройдет 17 декабря в 14 часов в Центре поддержки предпринимательства. Прийти на него могут все саровчане с ограниченными возможностями здоровья. Для лиц старше 16 лет. Екатерина Опенова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Восемь первых мест и гран-при. Столько наград привезли воспитанники студии эстрадной и народной хореографии Задоринки из Арзамаса. Подопечные Анны Козловской представили наш город на всероссийском конкурсе «Сияние талантов» в рамках проекта «Арт покорения вершин». Подробности в следующем репортаже. В студии эстрадного народного танца Задоринки еще нет и пяти лет. Но в ее копилке уже больше сотни наград. Коллектив становился неоднократным победителем областных и всероссийских конкурсов. За последние два месяца Задоринки привезли в родной город больше 20 кубков и дипломов. Одной из самых значимых стал гран-при конкурса «Сияние талантов» в Арзамасе. Для нас это, ну, видимый, наверное, рост. И для меня, как для хореографа, наверное, это знак, что я на правильном пути. И нужно двигаться дальше, потому что есть к чему стремиться. Это, в первую очередь, возможность вывести массовые танцы, вывести деток, потому что, ну, не все детки могут поехать далеко. Родители заинтересованы. Как бы для деток это хороший опыт. Коллектив Анны Козловской не привык сидеть на месте. Танцоры стараются принимать участие не только в выездных мероприятиях, но и отсылают свои композиции на заочные танцевальные конкурсы. Последним из таких стал международный фестиваль «Вдохновение в Москве», где среди тысячи конкурсантов задоринки стали лучшими. И девочек пригласили во второй очный тур, который в эти выходные пройдет в Казани. Когда это все увидела, прочитала, ну, наверное, у меня пять минут просто было такое молчание. Я просто перечитывала несколько раз. И девчонки, мы не могли в это поверить. И родители, когда вот у нас такие успехи, как-то это все было невероятно. И вот в ближайшем будущем мы надеемся, что наша поездка состоится. И совсем скоро нам достоится честь представить Саров на мировом уровне, где будет жюри, члены палаты ЮНЕСКО, то есть представители Франции. Представлять Саров на мировом уровне задоринком предстоит впервые. К этому событию девочки усердно готовятся. Все свое свободное время они проводят на тренировках, чтобы наш маленький город отметили на танцевальной карте мира. Упорно перед конкурсами тренируемся, репетируем танцы, чтобы как-то не забывать какие-то движения и сделать все в полную силу. Прежде всего мы едем, конечно, на конкурс, чтобы хочется победить, но прежде всего это посмотреть на других участников, посмотреть, на каком уровне находишься ты. На конкурсе в Казани девочки представят сразу несколько современных танцев. В них они покажут все, чему научились за время существования коллектива. Ирина Вышегородцева, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. Впереди вас ждет прогноз погоды. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Мария Ирунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин